приветствую вас ребят мы будем делать с вами вот такую простенькую модель ваша задача просто взять и повторить за мной лучше конечно сначала посмотреть попытаться понять что как работает до вникать в действия которые я делаю потом осознанно их повторять не просто там нажали кнопку чтобы получился результат чтобы понимали как работает тот или иной инструмент дальше задание со звездочкой вот такая вот диорамка тут достаточно все просто и задание с двумя звездочками диорамка посложнее значит смотрите на примере данной диорамы вообще сейчас объясню с чего вы начинаете каждый раз когда начинаете моделить вы делаете декомпозицию вы анализируете свою геометрию вы никогда не делаете все с одного куска геометрии но что я имею ввиду например вот эта часть вот эта труба которая выходит из маяка не нужно делать я сейчас наверно буду говорить вещи которые вы не знаете но вот смотрите вы вытягиваете цилиндр из него начинаете тянуть геометрию прям наращивать геометрию потом из этого цилиндра начинаете наращивать этот цилиндр потом из этого этот цилиндр потом из этого этот цилиндр потом делаете экструд наружу экструд это вот это вот вытягивание которыми говорю и тяните сюда то есть это один сплошной кусок геометрии на самом деле так не нужно делать вы все как нашей жизни должны делать частями то есть вы всегда идете от общего частному и раз цилиндр вот это вот второй цилиндр который вы тянете и поворачиваете это в другой цилиндр вы его с привязкой выравниваете этот уже получается четвертый цилиндр пятый цилиндр и вверху конус когда вы будете делать такую декомпозицию разбивая сложные формы на более простые таким образом вы будете получать в будущем большую свободу действий значит поехали будем делать вот этого парня нам нужен наш пюреф открываем пюреф вот она берем перетягиваем просто в пюреф картинку и принципе нам больше ничего не нужно смотрите делаем декомпозицию я сейчас не смогу скорее всего обрисовывать поверх пюрефа но буду водить мышью значит у нас это идет один большой цилиндр вытянутый другой цилиндр еще один цилиндр это конус с маленьким количеством сечений дальше квадрат маленькие квадратики вытянуты или прямоугольники окна все отдельные части двери отдельные части это все отдельные части вот это вот можно со сферы это сделать или неважно с чего простите значит давайте начнем мы создадим нашу основную часть на которой стоит наш маяк и я не хочу делать и такой угловатой я сделаю побольше полигонов я захожу в ноду которая создается стандартно и регулирует количество и сделаю их пусть будет 16 и смотрите тут нужно искать всегда золотую середину будущем есть метод специальный который позволяет вам орудовать малым количеством точек и потом сделать из него много точек как называется моделинг под смуз или sub divide неважно но пока мы об этом не знаем это мы узнаем все в дальнейшем вы можете задавать среднее значение точек можно конечно задать сразу 80 точек у нас получается невероятно красивый ровный цилиндр вот смотрите его сейчас дублирую что я имею ввиду здесь сделаю скажем 10 и вы видите что в силуэте сейчас сделаю небольшую манипуляцию неважно что я сделаю есть увидите что он нас кажется кругленьким таким до красивеньким это я включаю вот это тени это контактные тени это у нас чтобы картинка была покрасивее это и этот цилиндр на увидите что в силуэте этот красивый круглый весь но в нем очень много точек и нам соответственно сложно будет орудовать большим количеством точек это очень неудобно здесь же мало точек легко ими управлять но объект выглядит угловатым особенно если мы смотрим в силуэте мы видим что у него форма ломаная мы в принципе поскольку референс у нас такой можем и продолжать таком же духе но я наверно нет хочу сделать по-другому создаю цилиндр сделаю 16 всегда выбирайте кратное четырем значения то есть 8 12 16 20 24 вообще принято 16 24 32 значит делаем основание тяну беру инструмент скейл пивот у меня стандартно здесь стоит и можем взять и подогнать камеру нажимаю viewport и здесь создаю новую камеру видеть control шевце нажимаю перспектива 1 средняя кнопка мыши перетягиваю соседний viewport сейчас его подгоняем по размерам viewport а как то вот так теперь settings color его даже можно сделать если вы нажмете правая кнопка мыши режимы и transparent to mouse то есть вы сможете сквозь него нажимать это не очень удобно но можете использовать и только давайте в этом viewport и чтобы нас ничего не тормозило можем сделать вот так вот будем ориентироваться по вот этому элементу поскольку я точно вижу его все линии и мы берем поднимаем масштабируем и начинаем подгонять как то так только он поменьше вот так вот так чуть-чуть повернуть нам камеру я держу alt и вращаю камеру вот почти попал вот вот такой пример у нас ракурс камеры ops сбилась камера хотим вернуть назад нажимаем клавио квадратные скобочки или там где русский х твердый знак вот примерно вот так вот супер теперь блокируем камеру я хочу сделать себе еще один референс только я его закрыл секунду ребят сейчас мы его откроем еще раз просто перетягиваем правая кнопка мыши settings color опасить и выключаем всегда работаете с референсами чем больше референсов тем лучше не нужно ничего держать в голове придумывать и думать что вы все знаете все видите да мы все знаем мы все видели но дело в том что мы никогда этому не придаем никакого значения вот наше основание не попал я в камеру как мы видим давайте так блокировать буду иногда делать вот так потому что болит немножко горло простите заранее значит дублирую control d перспективную камеру обычную перекидываю во второй viewport вот она переключилась камера тут все заблокировано сприва редактирую пивот повышать с привязкой по точке в серединку alt 5 нажимаю чтобы включить отображение сетки на модели или вот эта кнопка по viewport и и вот так вот серединку здесь вот так и теперь правая кнопка выбираю точку control правая кнопка мыши конвертирую точку в полигоне w тянем потянем вытянуть не можем да мы не попадаем из-за камеры здесь нужно крутить ракурсы камеры ну ничего мы будем примерно ориентироваться вот наш объект хорошо и теперь вы видите что он здесь нарезан вот таким вот образом нам понадобится инструмент который называется мультика здесь будет ряд инструментов которые мы не рассмотрели но они достаточно простые вы берете мультикат он находится моделем тулките или в закладке миш тулс этот инструмент как работает вы просто тяните режете сейчас он не режет потому что мне выбраны полигоны убираю объект бюро 5 мультикат потянул видите порезали если вы наводите куда-то кто он привязывается к точке делаете клики он дорезает когда закончили нажали правую кнопку мыши он дорезали нажали enter если вы зажимаете control он делает кольца лупы называется лупы делает таким образом когда они у нас все четырехугольное если у нас будет треугольник или пятиугольник он упрется в него и дальше не пойдет здесь у вас есть подсказка нажимаете мультикат и тут внизу есть огромное менюшка можете это все изучить но мы будем использовать его в самых стандартных вариациях и я беру и вот так вот нарезаю просто ориентируясь примерно по высоте можно взять другой инструмент называется insert edge loop и он четко разобьет всю нашу геометрию на части смотрите insert edge loop нажимаем на квадратик чтобы открыть его option box тут небольшая проблема он у нас спрятался мы берем придется немножко подвинуть плохо ничего и здесь ставим multiply edge loop 8 частей и вы наводите на ребро нажимаете и он перпендикулярно им будет строить сечение это сделал для того чтобы потом накрасить покрасить свой маяк 6 ребер есть мне что-то кажется что он у нас немного косой нажмем сюда нет он нормально это мне просто кажется снова два вьюпорта перспективную камеру средняя кнопка мыши в соседней все сбилось вот как то вот так будет дальше мы берем имеющие основание дублируем поднимаем редактирую пиво с привязкой по точке сюда ставлю и чуть-чуть его отмасштабирую можете сделать вот так же угловатым или можем просто взять вот так вот переключаясь правой кнопкой мыши в ребра наводя курсор наводя курсор на геометрию и вот так вот шифтом двойным кликом через одно ребро выбираю control д дарит есть дальше можем создать цилиндр смотрим у нас тут раз два три 4 5 6 7 8 но принципе это не принципиально давайте мы сделаем 16 пиво снова сюда я зажимаю клавишу в чтобы включилась привязка по точкам теперь нажимать отжимаю клавишу d нажимаю в и переношу его нужное место как то вот так и теперь снова берем наш tools можете взять мультикат можете сделать вот так смотрите берем мультикат давайте берем мультикат зажимаем control и средней кнопкой мыши мультикат делает сечение четко посередине теперь снова control средняя кнопка мыши 1 2 3 3 яруса ok в принципе дальше теперь у нас будет небольшая процедура двойным кликом на полигончике выбираю все полигоны control 1 изолирую выделение вот так вот насквозь я знаю точно что у меня не включен режим камера бейсы я выделяю модель насквозь удаляю все лишнее теперь выделяю все полигончики в режиме полигонов и вот команда extrude у вас появляется такая вот менюшечка команда extrude что это такое она задает у нас толщины здесь есть несколько вариантов по направлению смещение подразделения и различные дополнительные функции но нас интересует сейчас вот это keep faces together мы ее выключаем и делаем offset нажимаем вот сюда на кружочек чтобы сделать шаг меньше наводите на надпись у вас появляется стрелочка зажимаете левую кнопку мыши и вот так вот влево-вправо держу кнопку нажатой двигаем сейчас закрою есть теперь выбрали полигон и сделали небольшой отступ чтобы сделать данные окна снова выбираю но уже как объект делаю extrude и теперь sickness увеличиваю и таким образом я задаю толщину и вот у нас есть готовый результат теперь создаю конус поднимаем вверх захожу в атрибуты нужную мне ногу помню до 1 надо это перемещение 2 надо говорит нам о том геометрии или нет а третья надо отвечает за то что мы можем как-то настроить нашу полигональную геометрию сделаю его тоже достаточно угловатым 8 сечений здесь смотрите нету центра вы можете как сделать нажимаете w редактируем пивот клавиша d зажимаю привязку по точке клавиша вы и тяну по игреку только по игреку вот так вот вниз и он у меня все так же по центру только по крайней точке и теперь я беру также привязка по точке редактирование пивота уже выключена и вот так вот навожу на эту точку то есть смотрите что делаю смотрите что делаю зажимаю клавишу вы нажимаю на стрелочку вверху по оси y и и навожу вот сюда есть и теперь просто беру это все дело масштабирую теперь правая кнопка мыши точки и эту точку опускаем есть получили результат теперь нам нужно сделать так ребят простите пришел котик сейчас мы его тут разместим немножко чтобы он нам не мешал есть котика положили продолжаем теперь цилиндр внутри делаем да уже знаем как можем так взять выделить этот объект оба объекта выделяясь помощью шифта и нажимаю control 1 чтобы их изолировать теперь редактирую пиво снова привязка серединку по низу вот эту привязку точно так вот сюда control 1 и теперь масштабирую и вверх масштабирую поскольку пиво стоит внизу сюда никак масштабируя не будет работать давайте убедимся есть все у нас есть или мы можем просто выбрать эту геометрию нажать клавишу h чтобы ее скрыть выбираем в аутлайнере видим она такая темно-серенькая аж мы ее снова раскрываем нажмем alt 5 чтобы выключить сетку супер теперь делаем вот эту будку значит мы можем сделать с вами вот так вот делаем наверно только пошире давайте выбираю 4 полигона экструд и видите когда вы делаете экструд у вас манипулятор переключается компонентный режим если вы нажмете сюда он переключится в мировой режим вот такая шпричка вы можете просто нажать w и потянуть но при этом у вас выделение остается смотрите самая распространенная ошибка новичков тут наверно даже многовато мы вытянули до многовато вытянем поменьше сама распространенная ошибка новичков выберете выбираете полигон нажимаете экструд нажимаете экструд ничего не сделали потом опять делаете экструд тяните но проблема в том вот если режим такой vertex face вы его выбираете и вы видите что у вас все полигоны как бы немножко отрываются от модели и вы видите каждый полигон по отдельности видите здесь полоска на самом деле это не полоска на самом-то деле это у нас с вами полигон который вот так вот схлопнут это грубая геометрическая ошибка это не определенная геометрия называется я нельзя развернуть ее нельзя разложить на поверхность никак короче это очень плохо чтобы бороться с такими вещами вы берете вертексы и вот смотрите у меня есть такая штука это называется поликаунт заходите дисплей здесь хит зап дисплей и включаете поликаунт галочку ставите он вам выдает информацию по точкам по ребрам по полигонам и треугольникам каждый полигон у нас делится на треугольники то есть квадрат можно поделить так или вот так то есть это в любом случае будет два треугольника так вот выделяете точки выделяете ли всю модель или проблемный участок вы видите что я выделил визуально четыре точки а написано 8 shift правая кнопка мыши merge merge vertexes выбирайте крайне маленький треш-холд такой или там чуть больше пока не начнут у вас хлопаться соседние точки то есть смотрите 10 бум видите не слепнулись треш-холд это такой параметр который создает некую область вокруг каждой точки и все что попадает в эту точку то есть она начинает слопывать я написал 10 это значит вокруг этой так такая вокруг этой точки такая область вокруг этой точки такая область они друг друга захватывают они начинают сшиваться так вот это самая распространенная ошибка новичков забытый экструды всегда когда вы делаете экструд заканчиваете его построение вот я выбираю control е команда экструд хоккей нажимаю w вот так вот вытягиваю клавиша r и масштабирую и у меня она выравнивается смотрите чтобы что-то масштабировать допустим вот цилиндр я вот случайно выбрал эти точки control shift переключаясь мировую ось вытягиваю их вот так и у меня получается такая вот эта тарабарщина я выбираю все точки нажимаю клавишу r и вот так вот тяну по оси вертикальной и они выравниваются то есть то же самое будет если я тяну вот так вот вот так вот и вот так вот и получается конус только здесь не одна . 21 . просто они идеально совпадают едем дальше возвращаемся сюда теперь смотрите я беру создаю квадрат вот так вот вытягиваем и беру хочу разместить его вот так и с привязкой выставляю теперь беру полигон выделяю этот полигон w с привязкой по точке по этой точке здесь попроще здесь так вот мы вытягиваем здесь делаем вот так а не стоящую стороны это все сделал он давайте сейчас тут немножко ваша манин разблокируем камеру выбираем нашу камеру заходим в ее атрибуты давайте в чем бокс и вы видите что здесь они залочены заблокированы такой стоит квадратик я выбираю это все правая кнопка мыши и нажимаю unlock теперь я могу снова управлять камерой то есть вы можете ее зафризить вот таким образом выбрали параметры правая кнопка мыши и нажимаете lock или же здесь просто нажали на ключик пока что для попадания в концепт нам нужны больше навыков и больше инструментов давайте вот так да моя башенка мы можем в принципе это все отредактировать этот объект берем вот так вот поднимаем не будет сильно маленькая ничего не будет можем ориентироваться по кольцам чтобы нас пропорции были смотрите вот раз два три раз два три и тут до начала колечко и тут кстати она не прям 5 середине она чуть-чуть справа поэтому мы можем сделать с вами вот такую процедуру эти полигоны я удаляю здесь сейчас зашью выбираете так вот двойным кликом шифт правая фил хол берем мультикат и достраивают чего не хватает здесь беру вот эти два полигона control е w и вытягивают четко как не надо вот так и теперь и вот у нас здесь сейчас мы все подровняем супер и затягиваем его вовнутрь и теперь мы видим что здесь крыша ниже где-то до половины нашего второго сегмента нажимая alt 5 чтобы видеть сетку вот наш второй сегмент и где-то вот так да теперь мне нужно сделать черепицу есть масса вариантов мы можем дублировать данный полигон но давайте покажу вам другой метод мы создаем кубик можем конечно редактировать пиво от это сюда поставить и пытаться попасть но нет не хочу так модифай снег тоги за рту как работает нажали что куда равнять бум и выровняли теперь control shift объектная ось у нас объектная ось повернулась вместе с нашим кубиком вот так вот с привязкой по точке scale берем вертекс и по точке и у нас она чуть-чуть выходит поэтому мы берем вот так вот опускаем делаю центр пивот чтобы масштабирование сработало в обе стороны одинаково чтобы доска была равно удаленную удалена от центра вот это сказал она сходит вниз давайте вот так вот так супер теперь редактируем пиво переношу сюда с привязкой по точке вершинку вот так и тянем потянем и как-то вот так теперь берем control d снова потянули control d можно конечно сделать вот так вот еще смотрите и теперь shift дэшев 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 дэс самое главное здесь не убрать манипулятор то есть ничего не кликнуть как это работает вы делаете то есть вот мой оригинальный объект центр пивот я ему делаю вот эта кнопка если что или edit денег не медит модифай центр пиво допустим вот дублюру объект подвинул повернул отмасштабировал теперь shift дэшев 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 shift будет перемножать мои манипуляции то есть я его повернул увеличил и подвину и с каждым движением они будут повторяться и здесь я вот так вот его закрываю и теперь просто вот эту часть можно нажать 4 чтобы видеть сквозь режим сетки вот так вот поднимаю теперь 5 супер ну и можем закончить телодвижение пока давайте теперь ориентируемся по этой стороне control d он трудно и контроль на вот так есть дальше хочу сделать вот такое вот кривое окно здесь она кстати утоплено поэтому мы будем делать через экструд это не совсем правильно но пусть будет так делаю экструд и смотрите прелесть я беру делаю offset и у меня сохраняется данный уклон теперь я изолирую данный объект выбираю этот полигон нажимаю control shift и включается режим transform constraint или здесь просто включает слайд это мне позволяет что видите смотрите если он будет выключен его перемещаю мое ребро остается в своем размере и влияет поэтому на другие объекты на другие компоненты если я включаю слайд она ограничивается ребрами я вот так вот уменьшаю теперь можно взять выбрать полигон можно тоже оставить нет режим слайд нам не подходит of и вот так вот тянем то что ж такое вот так вот тянем и получаем результат только наше окно будет выше тут можем просто w давайте выбираем вот так вот да нет еще не такой угол большой вот как то так теперь что я делаю вот оно мое окно я делаю экструд вытягиваю делаю экструд теперь с offset вовнутрь иногда у вас может сбиться манипулятор у вас будет сигна сработать вовнутрь как тут оно сделано ага понял откатываюсь назад до экструды делаю экструд offset вовнутрь экструд наружу экструд вовнутрь экструд вовнутрь экструд вовнутрь то есть я каждый раз нажимал control е или же вы можете просто закончили манипуляцию кликнули экструд чтобы делать другой вот только она кстати еще гипертрофированы нам нужно вот эти точки немножко так вот развести супер сколько у нас весь маяк такой немножко стилизованный не немножко сильно стилизованный есть теперь нам остается сделать землю как можем делать землю создаем plane вот это вот он такой масштабируем его можем делать отсюда мы с вами берем ребра двойной клик клавиша b средняя кнопка мыши увеличиваем радиус вот так вот задвигаем вниз и теперь регулируя радиус мы сейчас с вами давайте выключим сетку чтобы она нас не смущало давайте сделаем условное море ну вот как то вот так вот например не не нравится давайте сделаем вот так из такой штуки значит создаем куб давайте мы подгоним по размерам как-нибудь вот так и вот так пусть будет такой вы можете взять мультикат в принципе берете и дорезаете вы потом эти точки двигаете но мы сделаем много не так берем ножку shift правая команда снос и давайте два подразделения вот он наш получается такой остров но сейчас его отрегулируем вот так вот так и теперь включаем берем берем точки включаем soft selection клавиша b и увеличиваем радиус здесь допустим приподняли здесь ведь я выделяю рамка уверен что я точки выделил и там можете сделать больше точек как бы но я не рекомендую делать сильно много точек здесь наоборот допустим и так вот только допустим уберем больше точек вот так вот подвинули здесь выбрали эту точку так вот приподняли уменьшили радиус выбрали вот эти две точки или больше то есть вот промазали приподняли можем выбрать фейсы давайте софт selection выключили и shift правая и делаем от дивизион бум еще добавим чуть-чуть точек супер control 1 увеличили чуть радиус и вот так вот зажимаем b средняя кнопка мыши только здесь нам придется эти много точек не очень удобно нужно орудовать большим радиусом пусть ему так здесь как-то вот так а здесь вот так вот давайте типа она утопает и сделаем причал вот условно вот это вот будет моя земля ехаем дальше делаем причал давайте асет это закрою все равно уже на него не смотрю допустим как то вот так shift д вот так вот с небольшим зазором и теперь подвинули shift ops что-то сделаем так вот теперь shift д shift д shift д shift д хватит делаем цилиндр опускаем масштабируем масштабируем и как-то условно вот так вот так control д control нужно выбрать два объекта вот эти сейчас выберу вот этот удалю лишний control д вот такой вот какой нибудь причал да но вообще вот это вот плохо а вот когда у вас идеально ровные доски это не очень хорошо вы рекомендую вам там одну поуже сделали одну пошире но это на будущее вам такие вещи все мы будем рассматривать на лекциях когда все идеально ровно идеально хорошо это плохо значит нажмем аль 5 здесь выберем эту штуку и смотрите нажимаем аж дисплей soft edges и она у нас стала вся такая мягенькая похоже действительно чем-то на землю здесь давайте чуть при опустим супер теперь что мы делаем с вами мы берем а мы не сделали окна а и двери ну давайте значит двери я наш кубик вот этот сознался правая кнопка soft selection выключаем поднимаем привязка по точке вот так вот по точке все масштабируем давайте центр пиво давайте вот так я хочу я ладно будем делать так на рефе только дверь нам нужно по уже делаю центр пиво давайте вот так вот аль 5 чтобы видеть сетку центр пиво ты вот так вот по этой оси выравниваю супер и теперь повторяем процедуру как мы делаем делаю экструд делаю офсет супер все хорошо теперь беру мультикат control shift держите и отбиваете ровной линии control shift теперь берем правая кнопка мыши выбираем полигоны то все безобразие удаляем delete вертекса выбираю эти точки нажимаю move и с привязкой по точке вот так вот выравнивать по этой точке есть есть смотрим хорошо теперь выбираю вот эти ребра control е экструдовал внутрь и теперь смотрите команда новая тоже выбирайте ребро выбираете ребро и вот bridge boom bridge работает только в пределах одной геометрии если это у вас две разные геометрии их надо будет с комбайней так и теперь нам нужно здесь навести порядок небольшой выбираем все точки допустим привязываюсь я по вот этой точке и двигаю вот так вот максимально близко к краю вот супер теперь окошко окошко давайте сделаем все элементарно просто вот и наш квадратик допустим его масштабирую поворот делаю дубликат нажимаю е зажимаю клавиши джей поворачиваю есть теперь делаю дубликат вот привязка по этой точке привязываюсь по этой точке и беру теперь вот так вот вот видите манипулятор сбился не по компоненту выравнивается открываем tool setting с двойным кликом делаем reset снова выбираем компонент и он на месте и вот так вот чуть-чуть выдвину раму делаю дубликат привязку сюда и вот так вот по точке только давайте сделаем пошире беру вот этот полигон и вот так вот и и теперь снова выделяю дублирую упс можно в сторону привязку редактирую пивот редактирую сюда ставлю в угол и по этой точке теперь здесь беру снова дублирую с привязкой в этот угол сюда ставлю нажимаю е ротей и из клавишей джей поворачиваю и вот так вот как-то опускаю давайте здесь чуть-чуть задвинем теперь берем вертекса вот эти и вот эти и вот так вот как-то масштабирую теперь центр пивот делают дубликат и его просто вот так вот как-то на глаз опускаю супер вот наше окошко и теперь делаю полигончики обычный plane захожу вот атрибуты выбираю поле plane у вас будет 1 2 3 неважно и вот здесь вот все свожу на один что это такое это кристо подразделений и беру поворачиваю смотрите сюда 90 супер и теперь вот так вот его сейчас куда-то сюда засовываю правая кнопка мыши вертекс и выбираю так вот задвинул и вот так вот задвинул вот мое окошко теперь я выделяю и у нас здесь модель интулките команда комбайн бум она сливает все в одну геометрию но не шива вернее она ставится в единый мэш но это все также несколько квадратов кубов вернее они не сшиты между собой и мы берем чистим историю вот смотрите видите куча мусора от прошлых моих моделей осталось и я беру бум они то нажал вот вот эта вот кнопка все теперь мне нужно выставить мои окна как-то так чуть-чуть поворачиваем и давайте их вот так вот сделаем пошире а нам нужно вот это вот вытянуть вперед и теперь смотрите редактируем пивот наводим на сам полигон нажимаем control и надпись orient бум и у нас пивот принимает ориентацию данного компонента и я подвигаю окно чуть-чуть вперед чтобы она не пересекалась с этим вот а тут убираю полигончики выбираю вот эти полигончики shift он и также поступаю нажимаю клавишу d control зажимаю ориент w чтобы выйти из редактирования так вот задвигаю супер есть теперь допустим беру дублирую свое окошко редактирую пивот ставлю вот сюда в центр и буду вокруг этого места вращать теперь центр пивот и чуть-чуть тоже задвигаем и таким образом вот вроде бы ничего не пропустим а камушки ну камушки давайте сделаем как-нибудь вот так делаю но поуже можем сделать ему так вот смуз один раз давайте хочу такие камушки красивые хочу делаем сделали один камушек теперь выбираем этот объект делаем его живым и теперь все что я буду двигать будет прилипать к нему точно на поверхность но опять же не делаем вот так вот одинаково повращаем что-то куда-то подвинем кто-то больше кто-то меньше кто-то кривой кто-то ровный всегда нужно делать два одинаковых получилось надо это все безобразие разбавить то есть вот так вот как-то мы берем вообще малюсенький какой-нибудь здесь какие-нибудь побольше малюсенький ведь они у меня все одинаковые можно взять вертекс и допустим какому-нибудь выключить привязку к живому объекту потому что она прилипнет клавиша be зажимаем b и средняя кнопка мыши чтобы поменять радиус и что-нибудь сейчас пока режем немножко чтобы не было все одинаковым ну вот пусть будет как-то вот так да опять же тут их больше я не хочу чтобы это у меня занимало сильно много времени теперь давайте наведем какой-то порядок я выбираю все вот эти доски и shift правая комбайн или здесь комбайн вот у нас все скомбанировать чистим историю чтобы убрался мусор и давайте назовем в аут лайнере двойной клик допустим вот вот что такое вот water есть теперь вот эти вещи я вот так вот выделяю все с контуром снимаю лишнее shift правая комбайн можно это конечно все группировать очистил историю быстро тут пишем можно сдублировать и назвать woodwater 2 здесь можно это все тоже безобразие можем вот так вот выделить вот это вот например выделяем пишем bass beacon это сам beacon это у нас water можем это все вскрывать чтобы видеть что у нас осталось а просто выбираю объекты нажимаю клавишу h вот какой-то залетный цилиндр что пропустил комбайн окна тоже комбайн вот это вот door это тоже можно к маяку теперь нажимаем дисплей вы проименуйте пожалуйста все и здесь show all есть теперь давайте покрасим это все дело на самом деле все делается совсем не так но для черновой презентации вполне себе достаточно что вам нужно выделяем во первых все чистим историю и сбрасываем трансформации дальше что мы делаем я вот давайте начнем с этого места со светяж или давайте с маяка у маяка вот есть красное и белое софт selection выключаю шифтом клик шифтом на соседний клик тут кликаю на соседние два раза кликаю на соседние два раза и теперь смотрите материал материалы в мае это большая тема но мы пока давайте так мы будем назначать новый материал на полигоны и красить материал ну берем назначаем лампер и вы видите что здесь ламберт один ламберт два ламберт один на вот этих полигонах ламберт два на этих выбираю ламберт два ламберт один есть абсолютно на всем когда вы хотите кута геометрию на неё стандарт назначается ламберт 114 это белая часть у нас я беру нажимаю в атрибутах ламберт 2 выбираю нажимаю на цвет сюда на пипетку кликнул и допустим это у нас белый вот так вот color pick new цвет есть теперь дальше работает правая кнопка мыши assign favorite material lambert создается lambert 3 переименуем его давайте red beacon мат всегда дописывайте мат моя не понимает когда у вас одинаковые имена поэтому здесь пишем копирую это имя напишу что это white есть теперь выбираю это и красный супер теперь мои окна вот эта часть и вот эта часть давайте их тоже покрасим правая кнопка и здесь вот assign existing матери она значит тот который есть и выбираю white beacon дальше вот эта вот штука у нас тоже красная смотрите могу вот так вот выделить двойным кликом все и теперь red beacon и теперь шифтом выбираю раму и нажимаю shift знать больше или кнопку кнопка you правая кнопка и white beacon теперь нам нужно назначить сюда ламберт light материал нажимаем сюда и пикаем цвет и повторяем процедуру правая кнопка мыши light материал сюда назначаем white материал сюда красный давайте белый сделаю какой-то другой вот так вот лучше сюда тоже красный так значит вот этот вот полигон большой тоже у нас светится white материал здесь ассайнию материал ламберт и это же земля вот так вот отсюда со светлого есть дальше вода ламберт вот арматериал понимаете да и вы что тут кликаем вот эти штуки у нас будут вот black ламберт вот black материал и я беру полар пикают цвет с двери и его же правая кнопка назначаю выбираю полигон на которой хочу назначить назначаю здесь кстати везде здесь с контролем снимаем выделение white так я сюда не назначил до или назначил а назначил эти материал здесь висит все хорошо давайте сюда теперь назначим материал ламберт пишем что это бэйс материал и на камушки давайте их они такого же цвета у нас права камыш во первых сначала их у нас комбайнить можно в принципе не комбайнить но я просто хочу чтобы в лайнере было нет меньше мусора и это у нас был бы из материалом по цвету такой же ну вот мы получаем давайте море control и extrude если у вас случилось такое то вы вывернули полигоны наизнанку двойным кликом выделяете все полигоны правая кнопка face и двойной клик shift правая face реверс и можно сделать даже водицу немного прозрачной давайте выделим все чистим историю беру водицу и 10 параметров трансперенсии можете сможем и вообще отмаскабировать вот супер и теперь когда мы закончили еще можно больше отмаскабировать можно конечно это все дело порендерить но это будет безумно долго берем например поджим эксперта можете не включать тени можете включать на ваше усмотрение вот это вот добавит немножко красоты видите что он такой немножко зернистая здесь видно лесенку а если я нажму это лесенки не будет вот подстроили камеру вот это вот можно удалить от наша старая камера и сделаете скриншот print screen и бросаете там instagram хвастаетесь и начинаете свой путь в 3d я ребят буду рад вас приветствовать на наших курсах даже если у вас будут вопросы пишите будем подсказывать будем учить но еще раз хочу акцентировать ваше внимание на том что почему курсы лучше самообучение в курсах вы попадаете во первых комьюнити на среду которая вас провоцирует заниматься помимо того что вы просто хотите а во вторых вы очень быстро будете находить вопрос ответы на вопросы которые будут у вас возникать в этом и самая как по мне сила и прелесть курса потому что вы сейчас есть особенно в начале пути вы элементарно не знаете что гуглить вот у меня извиняюсь них она не получается а чё не получается чё не работает ну миллион вопросов а чё искать ну и вы тратите массу времени сил а самое главное за этим всем процессом мы не покрасили дерево у вас пропадает энтузиазм изучать все это дальше был супер да достачки сделайте рандомно как-то по-разному есть способы как это сделать быстро но опять же ребят если я буду вам показывать все как сделать это все красиво это сделать все прекрасно и правильно то это займет куда больше времени а это тяжело сам знаю как это сидеть и слушать такие вещи вот поэтому пишите буду рад вас видеть буду рад участвовать в том что в индустрии появится новый человечек и ребята еще регистрируйтесь на арт-стейшене вот такой вот ресурс это мой арт-стейшен а это очень и смотрите на работы лайкайте то что вам нравится то что вам очень нравится добавляете в себе в коллекцию смотрите очень важный параметр как надсмотренность вы выполняете свою визуальную библиотеку вы конечно вы видели очень много вы читали много книг у вас развито воображение вы смотрели кучу кино мультфильмов но тем не менее вы всегда на это смотрели ну круто и круто а сейчас когда вы будете создать подобное вы будете обращаться внимание на какие-то детали какие-то вещи будут вам восприниматься по-другому да и регистрируйтесь смотрите подписывайтесь надеюсь когда-нибудь увижу вашу работу здесь в топе нажимаете вот explorer и тут есть тренды и по то тут надеюсь когда-нибудь увижу вашу работу поэтому ребят давайте вместе шагать в 3d индустрию удачи вам